Когда работа – стресс в режиме нон-стоп, пора обратиться к профессионалу. На этом принципе строится весь труд психологической службы в уголовно-исполнительной системе. Это обычное занятие для офицеров следственного изолятора. Нужно оно, чтобы расслабиться и укрепить дружеские отношения в коллективе. Душеспасительные свойства таких тренингов каждый сотрудник УФСИН верит на все 100%. Ежедневно они приходят к психологу, рассказывают о своей работе и делятся на болевшим. Это вовсе не блаш. Работа с оружием должна напрочь исключать возможность профессионального и эмоционального выгорания. Наш личный состав – это более 80% мужчины. Мужчины, как правило, более открыты. Причем они готовы общаться с психологом, они готовы раскрывать свои негативные переживания, переживать их вместе с психологом, ну и пытаться как-то избавиться от этих чувств. Закрыть глаза и расслабиться предлагают офицерам в седьмой женской колонии. Отрешиться от трудовых будней можно благодаря массажерам для головы. Они снимают напряжение и позволяют восстановить кровообращение. Профессиональная деформация не должна перейти в невроз. А такое возможно. Зачастую беды осужденных офицеры пропускают через себя. Воспринимают слишком близко к сердцу. Проводятся арт-терапевтические методы. С помощью цветового теста Люшера проводим и оцениваем, насколько человек адекватно реагирует, адекватно мыслит, способен ли он нести службу для дальнейшего. И если помощь психолога нужна офицерам, что и говорить о самих осужденных. В женской колонии номер 7 психологи проводят индивидуальные и групповые занятия. Сотрудник службы обязательно в штатском, чтобы сократить дистанцию и создать доверительную обстановку. Сейчас осужденным предложили сделать коллективный коллаж из журнальных вырезок. Показать, каким они видят свое будущее. Буквально у каждой на первом месте дома семья. Бывают индивидуальные занятия, для того, чтобы, ну может быть, снять какое-то напряжение, усталость, какие-то, может быть, советы получить или немножко поделиться, может быть, наболевшим. И вы знаете, здесь, наверное, работает метод такой, что, часто бывает такое, что незнакомым людям больше открываешься, чем знакомым. Работу со спецконтингентом психолог начинает с первых дней пребывания осужденного в зоне. Помогает адаптироваться. Потом наблюдает весь период пребывания и морально готовит к освобождению. Этот этап самый сложный. Не обходится без срывов. Бывают и распахивают двери. Анна Анатольевна, помогите. Получила письмо из дома. Все плохо. Что мне делать? Бывают, срываются, кричат. Помогаешь человека выводить из этого состояния. Помогаешь дать понять, что жизнь продолжается, что это определенный промежуточный период времени, который тоже нужно прожить, тоже его нужно проработать. И тоже он идет какой-то определенный эффект. Задача психолога в зоне – создать максимально комфортные условия осужденным для жизни сотрудникам для работы, примирить их и ускорить процесс исправления спецконтингента. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.